Сегодня мне хотелось бы проповедовать на одну из тем, предложенных нашим братству, это тема о благовестии, текст Святого Писания, который мне хотелось бы прочитать для нашего назидания, рассуждения, это первое послание Петра, 3 глава, 15 стих. Господа Бога, светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета, о вашем уповании дать ответ скротостью и благоговением. Имейте добрую совесть. Давайте посмотрим, что нам нужно для того, чтобы мы могли благовествовать, чтобы нести людям со смелостью благую весть. Господа Бога, пишет Петр, светите в сердцах ваших. Один из современных переводов звучит так. Сохраняйте на святом месте в своих сердцах Господа Христа. То есть сокровенное внутреннее, где мы принимаем решения, наш разум, со священным писанием – это сердце. Наши чувства, эмоции, мы как-то рассуждали, это почки. Образно такое выражение, метафоры, так скажем. И в нашем сердце, на святом месте, кто должен быть? Должен быть Господь. Господа Бога, светите в сердцах ваших. Светите, то есть освящайте, отделяйте от обычных вещей, предназначайте для Бога. И здесь апостол Петр, ни много ни мало, говорит о том, что на первом месте в нашей жизни должны быть отношения с Богом. Отношения с Богом – самое дорогое в жизни. У нас есть работа, учеба, есть взаимоотношения разного рода. Мы живем в обществе, но самое главное в нашей жизни из всех ценностей, это даже больше, чем ценность, это смысл нашей жизни – светить Бога в своем сердце. Есть такая книжка интересная, Тозер, о всемогуществе, о величии Бога, он пишет. Это один верующий человек, служитель церкви, который жил в Америке, и вот он в конце 40-х годов, он написал такую книгу в том числе, «Величие Бога». И вот интересно, он пишет, что один из самых ненавистных грехов, в котором склоняется сердце человека, и который ненавистен Богу, является грех идолопоклонства. Почему? Потому что идолопоклонство – это не что иное, как клевета на личность Бога. Как понять клевета на личность Бога? Потому что идолопоклонство, идолопоклонник, он искажает понимание Бога, искажает личность Бога и заменяет Бога существом, который похож на Него. Псалом 49, 21 стих, когда человек себе создает образ Бога, образ Бога неправильный, впрочем, как некоторые из друзей, как друзья Иова, они тоже создавали свое понимание Бога. 49-й Псалом, 21 стих, здесь написано, что «ты подумал, что я такой же, как ты». Это неправильно, когда мы думаем, что Бог такой же, как мы. Он не такой, как мы. И вот это понимание Бога как человека – это неправильно, это умоление Божьих качеств, Божьего величества. И вот Тозер, он в своей книге пишет, что идолопоклонство – один из самых распространенных грехов среди верующих людей. Идолопоклонство, кажется, ну как это может быть? Среди протестантов, среди баптистов у нас нет икон, как в католической церкви или в православной церкви. Он говорит о том, что идолопоклонство – это не что иное, как мысли, недостойные Бога. Идолопоклонство – это мысли о Боге, недостойные Его. Идолопоклонство зарождается в уме человека, ну или, скажем, по-библейски в сердце. И римлянам 1 глава, 21 стих. Они, то есть люди, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленно их сердце. То есть, когда они не прославили Бога, не возблагодарили, следствием ложного представления о Боге становится поклонение идолам. И задача церкви, задача проповедников, она заключается в том, чтобы наше представление о Боге было правильным, возвышенным и чистым, пишет дальше Тозер. Но вообще Бог по своей сути непостижим, особенно это видно, когда мы читаем Святое Писание. Особенно очень много вот таких выражений, что Он видит как бы подобие, по виду как, подобие престола, как бы подобие человека. И вот эти все словосочетания, не только у Эзекииля, у Эзекииля больше всех, как мне кажется, таких образов, сравнений, они показывают, что Бог непостижим, но через чтение Слова Божьего мы познаем Бога. И наша задача – представлять Бога библейским, таким, как Он есть на самом деле. Итак, возвращаемся к изначальному тексту Святого Писания, 1 Петра 3.15, мы читали. То есть, в нашей жизни на первом месте должно быть поклонение Богу, служение Богу. Он должен быть самой главной ценностью нашей жизни. На святом месте, в сердце нашем, сокровенном нашем, должен быть Бог. Для Него особое место. Теперь дальше говорится. «Будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью». Ну, то есть, отвечать с кротостью не всегда получается. Раздражают некоторые такие ответы, типовые вопросы, вернее, раздражают нас, скажу о себе, уже как, что и еще что-то. Ну, нужно отвечать, апостол Петр говорит, нужно отвечать ласково. Ласково. Кротость – это мягкость, ласковость. Можно отвечать с высокомерием, а можно отвечать с любовью, с терпимостью к человеку. Это должно быть у нас. Дальше он говорит, мы должны отвечать с благоговением. То есть, что это значит с благоговением? Ну, я уже как-то говорил, благоговеть – это хорошо поститься, буквально, в переводе на русский язык. Благоговение в библейском контексте – это страх. Это такой разговор в таком тоне, который сам бы Бог мог услышать с радостью. Мы должны понимать, что мы говорим в присутствии Божьем. Мы должны иметь добрую совесть. 16 стих начинается. То есть, наша совесть должна быть чиста перед Богом. Должна быть безупречная жизнь. И вот на основании текста Святого Писания из апостола Петра мы видим четыре качества, которые необходимы нам для благовестия. Добрая совесть. Святая жизнь. Кротость и благоговение. Итак, нам нужны добрая совесть. Святая жизнь. Кротость и благоговение. Дай Бог, чтобы мы к этому стремились. Ну, а как проповедовать людям? Приведу проповедь. Одну из первых проповедей. Это тоже проповедь апостола Петра. Деяние 10 глава. Проповедь в доме Корнилия. С 34 стиха. Петр отверз уста и сказал, истинно познаю, что Бог нелицеприятен. Относится одинаково ко всем людям. Во всяком народе боящийся Его, поступающий по правде приятен Ему. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир. Через Иисуса Христа, сей Господь всех. Вы знаете, происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворяя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. И мы свидетели всего, что сделал Он стране иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесивши на древе. «Сего Бог воскресил в третий день и дал Ему являться не всему народу, но свидетелем, предизбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили по воскресению Его из мертвых. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его». Посмотрите, короткая проповедь, много времени она не занимает, и мы должны уметь по существу, коротко, доходчиво объяснить людям о нашей вере, о том, что благодаря, что Господь, смотрим, что Бог любит всех людей, 35 стих, что Он послал откровение, познание о себе через Иисуса Христа, который Господь всех, то есть Он творец неба и земли. Все это происходило тогда в Иудее, когда Христос благовествовал, Духом Святым Он был отделен Богом на это служение, у Него были апостолы, Христос совершает служение, Его убивают за грехи человеческие, Бог воскрешает Его из мертвых, и затем это Слово Божье благовествуется апостолами, учениками Иисуса Христа, всем людям. «Иисус Христос – судья живых и мертвых», 42 стих. Это не просто так случилось, то, что случилось с Иисусом Христом, это долгожданное событие, о котором говорили пророки или божьи люди Ветхого Завета. И благодаря вере в Иисуса Христа каждый человек получает прощение грехов. Вот это свидетельство. По результатам этого свидетельства мы читаем 45 стих, вернее, 44 стих. Петр, когда еще продолжал эту речь, «Дух Святой сошел на всех слушавших Слово». И Дух Святой сошел, и произошло излияние Святого Духа, крещение Духом Святым произошло. И случилось удивительное событие, что впервые язычники стали причастниками Царства Небесного, не только евреи, но они тоже приняли крещение. Вот это для нас. Еще, друзья, давайте посмотрим, о чем нам не хотелось предложить помолиться. Миша, можно фотографию? Я тут перед собранием попросил показать нам фотографию. Сейчас совершается благовестие, можно посильнее. Видите, такая большая машина на больших кориосах. Кажется, называется «Триколы», если ошибаюсь, исправьте меня. Там текст Святого Писания. И впереди на машине есть текст Святого Писания. И вот здесь это вот сейчас совершается благовестие. Из Якутска братья выехали в город тоже в Якутии, находится под названием «Тикси». Эта машина, она нескоростная. Она идет примерно 50 км в час, посреди какие-то большие колеса, где-то по федеральной трассе, где-то по зимним дорогам. Вот они едут, заезжают в населенные места. Вот там такие разные якутские поселки, в том числе такой поселок, когда я разговаривал с братьями, был Хантыга, другие поселки. Посещают маленькие группы. Там, где групп нету, они благовествуют. Их задача вот с посещением проехать до «Тикси» и обратно. И это займет примерно, я так понимаю, месяц в пути они будут находиться. Ну, а там на фотографии вы видите, видите, в белых куртках, да? Это кто? Узнаете? Это вот Алексей, Андрей, Ленский. Они сейчас там находятся. У нас сегодня тема о благовестии. Вот сейчас совершается этот труд, это благовестие в Якутии. Это все проходит. О чем мы знаем, да? Давайте мы помолимся за братьев, которые поехали, чтобы Бог дал им духовных сил и физического здоровья, чтобы Бог хранил их на пути, чтобы Евангелие, которое они проповедуют, могли принимать люди, и чтобы там на просторах Якутии, также на бескрайних просторах Якутии, были люди, которые могли бы служить Господу. Помолимся о благовестии. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok